Так, давайте сейчас тоже несколькими плюсиками посмотрим, слышно ли меня. Здравствуйте, видно ли меня? Да, все, спасибо, вижу, что видно, слышно. Если есть какие-то помехи, ну или там фонит, шумит, вы можете прямо сейчас написать. Все, спасибо, горшочек не вари, все, поняла. Ну что же, тогда не будем терять времени, будем приступать. Как написать текст, который будут читать и цитировать? Тема такая, ну на самом деле может быть на грани фола, потому что никто точно не может сказать, будут нас цитировать, не будут нас цитировать. И советов о том, как написать интересный текст, шикарный текст, идеальный текст, ну все, с каждым днем становится все больше и больше на самом деле. И я хотела бы сегодня предложить несколько необычный подход к этой теме, лишенный всевозможных суеверных идей про то, что там должно быть цепляющее начало, какое-нибудь там слова-крючки и прочее, что есть какой-то особый стиль, который обязательно будут цитировать, или там привлекательные какие-то слова. И хотела предложить немножко другой подход. Поэтому сейчас два слова буквально скажу о себе. Я являюсь кандидатом филологических наук, и поэтому текст – это моя основная специальность. Но кроме этого, для того, чтобы поддерживать тех людей, которые что-то пишут, что-то в широком смысле этого слова, а не кое-что, я еще дополнительно обучалась коучингу. Я проходила сертификацию, у меня уже более 500 часов практики, и поэтому то, что я хочу предложить сегодня, будет в том числе касаться того, что помогает человеку сделать коучинг, как система. Ну, если говорить о том, что еще я создала, я в основном исследую женскую литературу, как литературовед, поддерживаю те, кто пишет самые разные книги, статьи, составила три сборника художественных произведений. Ну, в основном это были те, кто обучался у меня. И я от избытка чувств, на самом деле, очень не могла больше читать все это в одиночестве. Вот организовались мы эти сборники издали. Сейчас у нас начинается четвертый. И, собственно, два слова скажу о коучинге. Сейчас я пока болтаю чуть-чуть, но справляюсь со своим волнением, которое у меня всегда присутствует в самом начале любого занятия, вебинара. Итак, хотела рассказать два слова, что же такое коучинг, потому что вокруг него ходит, бродит очень много слухов, домыслов и того, что к коучингу отношения не имеет. Я даю официальное определение, что это такое. Это партнерство, прежде всего, с клиентами, стимулирующее мыслительные творческие процессы, вдохновляющее клиентов на максимальное раскрытие личного и профессионального потенциала. И вот здесь, как человек, который занимается с теми, кто пишет с текстами, я вижу очень много перекличек, потому что любое написание статей, монографий, да даже художественных произведений на самом деле, кстати говоря, чтобы цитировали ваш, наверное, для любого автора художественных текстов, это всегда связано с раскрытием личного и творческого потенциала, с одной стороны, связано с мыслительными и творческими процессами, и любой писательский труд, писательский, исследовательский, преподавательский труд, на мой взгляд, всегда нуждается в партнерстве и в доброжелательной поддержке. Именно поэтому я хочу сегодня немножечко предложить такую систему. Она может быть не очень обычная, не очень привычная. Возможно, она даже не всем подойдет, но тем не менее я хочу поделиться тем, что обычно работает. Вижу в чате, что зависаю. Пожалуйста, кто-нибудь еще отреагируйте. Но, по-моему, пока все хорошо со связью, поэтому я продолжу. Собственно, я здесь привожу на слайде несколько идей, по которым, мне кажется, основные проблемы, трудности современной научной деятельности. Вы можете сейчас в чате поделиться, может быть, вы какие-то еще проблемы замечаете, чтобы мы могли их тоже вписать в наш процесс. Мне кажется, что самая большая трудность связана с тем, что очень большая нагрузка у любого преподавателя, ученого, исследователя. И здесь такой вот нарастающий ком идет к тому, что чем больше человек работает, тем больше нагрузки у него становятся. И нельзя сделать там все, а потом посвятить время чему-то там такому более лояльному. По поводу презентации. Презентацию можете скачать в папочке, там сверху у вас написано, или скачать ее вот здесь с Гугла. Неточность формулировок, нераскрытие понятий, нет ясности у автора в менталитете. Совершенно точно. Вот об этом я сейчас тоже говорю. Какой-то маленький. Читать нет. Мы сейчас про это поговорим. Спасибо за эту идею. Так. Сейчас слишком сложно. Вот я сейчас тоже пометки делаю. Слишком сложно есть. Сейчас, секунду. С чатом чуть-чуть повоюю. Но я сейчас к вам вернусь. Ага, неточность формулировок, да, тоже, кстати, можно отнестись сюда. Трудно придумать что-то новое, да, сложно найти интересную тему, согласна. И вот посмотрите, примерно о том же я на слайде и написала, да. О том, что очень большая нагрузка, раз. О том, что ничего нового, интересного не пишут, и нам, соответственно, сложно кого-то цитировать, да. И то же самое можно к себе отнести иногда. Бывает, что написано слишком сложно, и цитировать невозможно, либо цитировать в статье, по сути, нечего, да. Она может быть хорошая от очень уважаемого человека, но, к сожалению, написано таким образом, что там процитировать не за что ухватиться. Мы сейчас еще об этом поговорим. Ну, не читаем друг друга, да. Да, кстати, вот тоже примерно по этим причинам, а отнюдь не потому, что, как бы, мы вредные, да, и никого не читаем. Итак, если мы попытаемся немножечко эти проблемы разложить, мало практики, одна теория, да, клиповое мышление засилие. Сейчас про клиповое мышление себе пометку сделаю, потом к ней вернемся, клиповое мышление. Через несколько слайдов. Смотрите, откуда растут ноги у этих проблем, да, и куда они в итоге вырастают. То, что если у нас большая нагрузка, то у нас очень мало времени и очень сильная усталость. Если мало времени и усталость слишком сильна, производить что-то потенциально новое, конечно же, невозможно, да. Это вот первый пункт. То, что ничего нового и интересного не пишут, относится сюда же, да, к тому, что... Так, я сейчас пытаюсь показать на презентацию, но, наверное, презентация у вас с этой стороны тогда получается. Не пишут ничего нового по той же причине, что мало времени и что тоже есть эта усталость, да. И поэтому человек просто не в состоянии это новое породить. Если написано слишком сложно, если сложно цитировать, то тоже из-за чего это бывает. Либо человек, автор, да, исследователь ориентируется на очень узкий круг специалистов, тот, который точно в теме, да. Либо он скорее хочет показать себя, чем сделать какой-то вклад в науку. И я этот трудно связываю с тем, что не совсем понятный адресат, да. Мы же исследовательскую работу, это не наш дневник личный, мы ее пишем не лично для себя. Да, и вот непонятный адресат, кому это вообще, кому хотел это сказать автор, да, задаем такой вопрос. И неявная цель исследования. То есть статью пишу, да, надо написать там эти ваки, ринцы, скопусы, что там еще нас интересует порой, да. А ради чего я пишу эту статью, не совсем понятно. И вот как раз сегодня я хочу сконцентрироваться вот на этих причинах, да, и показать способы выхода из них. Еще раз говорю, они могут вызвать вплоть до сопротивления телесного, потому что вот сейчас покажу первый слайд, поймете почему. Вот для меня важным вопросом здесь является, о чем это на самом деле. Вот все то, что мало времени, усталость и так далее. Я считаю, что вот здесь речь идет о таких трех китах. Я их вот-вот-вот попыталась визуализировать на картинке. Ну, картинку взяла, позаимствовала, правда, из интернета, но тем не менее. И я это называю три кита заботы. Я очень люблю такие ненаучные термины, когда говорю о тексте, потому что если еще и о тексте говорить научно, то мозги просто схлопываются и вообще отказываются воспринимать информацию. Поэтому я говорю в достаточно бытовых словах, но это не значит, что за ними не стоит чего-то большего. Итак, каковы эти три кита? Во-первых, это забота о себе любимом. Ну, себя надо любить по определению, особенно когда занимаешься исследованиями. Это забота о читателе и коллегах. Ну, это часто одни и те же люди, да, тоже любимых, кстати. И забота о научной области, не менее любимой, чем предыдущие два пункта. Именно на этом, как ни странно, и базируется наша публикационная активность. Видите, я сначала написала «покоиться», но она должна не «покоиться», а основываться и двигаться вперед. И сейчас о каждом из этих китов я расскажу чуть подробнее. В чем будет состоять ваша задача, пока будете слушать? Сверяйтесь с собой. Что-то у вас уже хорошо есть и хорошо работает, прошу прощения. А что-то важно будет просто вывести в фокус своего внимания, над этим поработать. Итак, первый кит – это забота о себе. Или кто я и где я во всей этой истории. Здесь я выделяю три уровня. Во-первых, это отдых. Во-вторых, это планирование времени нашего. И третий, вот там, где сердечко у меня стоит, слово «ценности» не умещалось на верхний ярус. Поэтому я поставила сердечко, подразумевающее ценность, уважение и прочие такие термины, которые нам будут очень нужны и полезны. Сейчас я обо всем расскажу подробнее. Посмотрите, вот то, что касается отдыха. Вот, основа основ, я согласна. Поэтому оно прямо внизу керамида стоит. Отдых бывает разный. Активный, пассивный. И отдых связан с накоплением впечатлений. И иногда кажется, что отдых – это вообще то, что мы выпускаем из зоны внимания. Отсюда у нас идет постоянная усталость, постоянное нарастающее раздражение, которое мешает писать хорошие статьи. Вот здесь эту связь нужно очень тонко и четко для себя прослеживать. Если я не в ресурсе, если я все силы бросаю исключительно на то, чтобы порождать статьи, или делать видимость, что я их порождаю, здесь не хочу никого обидеть, это не про вас, это средняя температура по больнице, то статьи интересными и не получится. Потому что, если хочешь, чтобы был интересным текст, должна быть интересная жизнь. Вот сверните сейчас, какого вида отдыха вам может не хватать, например, активного, пассивного, может быть, не хватает впечатлений. Это первый момент. Второй момент, поднимаемся на уровень выше – это время. Планирование времени, которое нуждается в том, чтобы его распределить. Есть такой стереотип устойчивый, что вдохновение или там что-то еще вот так вот там нисходит таким светящимся столбом каким-то или столпом, вот так вот нашу голову, а потом по нервным импульсам каким-то волшебным образом переходит в нашу правую руку или там в две руки, если мы сразу же садимся и печатаем, и мы такие оба без остановки, давай уже писать, печатать и, в общем-то, порождать текст. Но такого не бывает, и вы сами это прекрасно знаете. От этого стереотипа можно избавляться, избавлять наших студентов, учеников и коллег заодно, если они еще так думают. Дело в том, что время на подготовку статьи складывается как минимум из трех моментов. Это время, собственно, на подготовку, когда мы собираем материал. Мы еще ничего не пишем, мы еще ничего не порождаем. Мы только читаем книжки, собираем источники, проводим исследования и так далее. И этот объем работы на самом деле самый большой. А мы его часто упускаем из ВИТО. И да, муза не пришла. Ну, не бывает муз. Муж может быть еще. Но муза как-то по последнее время. Да, все реже к нам приходит, особенно если мы устаем. Спасибо за комментарий про музу. Это вот прям то, что надо. Да, муза здесь ни при чем. Причем вот эта вот часть про время, в частности, про которое сейчас я говорю. Итак, выделяем время на подготовку. Когда мы понимаем, что нам важно написать статью, вот мы там заявку на конференцию отправили, предположим, да, или там доклад, или в сборник, или еще там куда-то. Или у нас есть собственная идея, там, монографию, которую надо написать, еще что-то. То есть мы свободны от дедлайнов отчасти, потому что свобода от дедлайнов у нас не бывает в нашей работе. И сразу же планируем для себя, а что я должна подготовить или должен подготовить для того, чтобы эту статью написать. Какие источники посмотреть, что-то там поисследовать, кого-то опросить. Это первый пункт. Второе. Выделяем время на написание. Вот здесь, в зависимости от вашего опыта, на самом деле написать статью можно даже за один день. Если вы предварительно собрали материал, да, но потом просто выделить на это время и сделать. Это самая простая часть работы. И потом оформление. Вот как Татьяна Викторовна говорила на одном из своих курсов, что на оформление выделяйте дня три. Вот я с ней полностью согласна, потому что для того, чтобы цитировали нас, нам важно, чтобы мы цитировали корректно других. И здесь вот для того, чтобы спокойно процитировать все источники, для того, чтобы их сверить, для того, чтобы не загружать библиографов этой работы, на оформление выделяем отдельное время. Именно поэтому вот развенчиваем еще один миф, что можно диплом написать за один вечер. Но как минимум не за один, как минимум за четыре, потому что три дня уйдет на оформление. Так, и теперь пока говорили об этом, да, имеем в виду, для себя ставим, кстати говоря, сейчас пометки для себя сделаете, на что время вы обычно не выделяете, да, не забываете ли вы про отдых, и идем дальше. Так, листаю. Собственно, сейчас вот эта вот верхняя самая часть этого треугольника, да, та, которая вот тоже не менее важна. Это любовь, это уважение, и это мои собственные ценности, коль мы здесь говорим о себе и о том, кто я, где я во всей этой истории. На самом деле мы часто забываем о том, что мы не просто пишущие машинки, да, или там, кто там мы по должности, да, там, профессор, кандидат, наук, аспирант, студент или кто-то еще, а то, что у нас еще при этом есть, ну, какая-то ценность в том, что мы занимаемся исследованием. Ну, она есть не у всех, и эти люди, у которых ее нет, они в науку не пойдут, да. Но если мы в науке находимся, значит, для нас это почему-то важно. И вот смотрите, вот эти вот важные вопросы, они очень важны в коучинговом процессе, и поэтому я их здесь привожу. А что мне важно как человеку, что мне важно как исследователю, и что мне важно как преподавателю, как сотруднику кафедры, как аспиранту, как приверженцу какого-то течения, направления в исследовании, да, там, ученику такого-то человека и так далее. Вот когда мы начинаем исследовать, а что для нас по-настоящему важно здесь, то наш подход к созданию, написанию статей принципиально меняется, потому что там появляемся мы сами. И здесь интересный момент о том, что если я понимаю, что мне как человеку важно написать интересную статью не ради того, чтобы там индекс повысить, например, это тоже хорошая задача, да, потому что она, ну, в частности, мне важна как сотруднику кафедры, потому что мой личный индекс цитирования влияет на общий индекс цитирования, и об этом судят там о продуктивности нашей совместной работы, да, но в то же время есть ценности мои личные как человека, есть мои ценности как исследователь, я же почему-то выбираю эту область науки для себя, я же почему-то хочу посвящать ей время. И вот здесь вот очень важно научиться честно себе в этом признаваться, а что для меня ценно, что для меня важно, и почему я вообще во всю эту историю ввязалась, да, кто я, когда я исследователь, и где я во всей этой истории. Это вот один из первых китов заботы о себе. Как сейчас замечаете, какой из ярусов пирамиды можно, вот первый отдых, второе время на планирование времени, да, и третьей ценности, что обычно выпадает у вас из-за фокуса внимания, прямо циферки 1, 2, 3, да, первый отдых, второе время, третье ценности. Отдых, да, кстати, можно этим словом написать на самом деле. Вот, смотрите-ка, вот оно, с чего все начинается, базис уже сломался, да. Да, второе время на подготовку, о, смотрите, я прям даже не ожидала, что будет первое, но все начинается, видите, откуда ноги растут, оказывается, с самого начала, с самого фундамента. Просто, просто забыли о себе в этот момент. Спасибо вам большое за честность. Пожалуйста, вот отдых, начинайте включать в свои ежедневники, начиная, давайте, прям с сегодняшнего дня, сейчас ровно рабочий полдень, поэтому как раз времени до ночи еще много. Запланируйте себе отдохнуть. Иногда отдых, это буквально 10 минут посидеть, посмотреть в окно, отложить все эти вот бешеные принтеры, которые, может быть, у вас тоже в университетах, на рабочих местах проявились. То есть, когда начался там период самоизоляции, у нас бывает очень большой вал документов, срочных, важных, с восклицательными знаками, и они, конечно, никак не способствуют тому, чтобы я могла отдохнуть, набраться впечатлений и как-то себя проявить. Но, тем не менее, на дистанте сложно отложить документы, которые приходят. Да, это сложно, но, понимаете, это то, что касается нашего, ну, как института самосохранения. Если я не отдыхаю, ресурсы на то, чтобы вкладываться во что-то у меня тем более не появятся. И отдых – это не всегда там месяц отпуска на море, да, отдых – это действительно просто сделать сознательную паузу, 10 минут никуда не посмотреть, и потом, через какое-то время, уже вернуться к работе. Просто с заботой о себе и с вопросом о том, а что мне сейчас на самом деле важно. Отдых иногда – это воды попить, понимаете, даже так. Идем дальше тогда. Видите, я вот даже не ожидала, что именно отдых больше всего отзовется. Я боялась, что этот пункт вызовет больше всего сопротивление. Идем дальше. И второй кит, да, о котором я говорила – это забота о читателях, коллегах, ну, или ответ на вопрос, кто все эти люди. Здесь я настойчиво предлагаю всем сердечки. Сердечки для меня – это такой знак уважения, да, поскольку нет специального значка для уважения, я использую сердечки здесь. Знак уважения, как вы уже поняли, к самим себе, да, начиная в том числе с отдыха. И знак уважения к читателям и коллегам. Вот что я здесь имею в виду, сейчас тоже расскажу. На самом деле, помните, как у нас сейчас, я вернусь на один из прежних слайдов, вот, да, когда рассуждали, откуда ноги растут, что мы либо ориентируемся на очень узкий круг специалистов, прям вот те, которые очень точно в теме, они наши все термины поймут. Либо мы вообще не понимаем, не то, что не понимаем, неправильное слово. Мы не отдаем себе отчета, кому мы пишем, не задумываемся об этом. Да, прекрасно понимаем, но не задумываемся. Либо не очень понимаем цель своего исследования. И вот, возвращаясь к читателю, первый важный вопрос, который важно себе задать. Кому я пишу? Вот именно эту статью, именно для этого издания, да, именно эту монографию, именно, там, эту главу в коллективном сборнике, да, именно это, там, еще что-то. Здесь, конечно, можно иметь в виду, что, как бы, никому это не надо, никто в жизни нас читать не будет, там выше я увидела это, да, в ваших комментариях. Да кому вообще в голову придет меня читать? Да вообще, да кто я такая? Это часто бывает, но мы это откладываем сразу. Мы спрашиваем себя, вот эта статья, она будет действительно интересна узким или широким специалистам, да? Ну, вот я про себя говорю, я литературовед. Я могу написать статью, которая будет интересна в целом литературоведам, да? Интересна тем, кто занимается каким-то конкретным вопросом, вот в этом большом литературоведении, да? Или той же сферой, что и я, и даже там тех же авторов исследуют, что и я. И это будут кардинально разные статьи, даже если тема у меня одна и та же. Это зависит действительно от того, где мы публикуемся, да, например, на какой именно конференции мы выступаем, перед кем мы выступаем. Дальше важный момент. У них смежная тема или та же тема, да? Почему? Потому что от этого будет зависеть и глубина наших формулировок. И те термины сложность, да, которые мы используем или не используем. И будет зависеть то, кого мы процитируем. Вот просто от ответа на вопрос, кому я это пишу. Важный момент, про сердечко сейчас напоминаю, что оно у нас есть. Если мы исходим, как я уже сказала, что никто все равно не читает, никому ничего все равно не надо, и все думают только о своем там, о своей публикационной активности, Чукча, не читатель, Чукча, писатель, да? Я вот даже слово цитирователь ввожу. Читатель и цитирователь. Ну, оно такое, можно было в кавычки взять, но я решила не привлекать к нему внимание и оставить, значит, его как практически устоявшийся термин для нас всех. Итак, если мы думаем, что никому не надо, мы хорошо не напишем. Ну, а зачем как бы делать, да, если это никому не надо? Для самой себя мне как бы и так сойдет, да, я как бы не буду свои статьи потом цитировать, маленький рейтинг от этого, и тем не менее. А если мы начинаем относиться к людям с уважением, что вот если я хорошо напишу, то они точно процитируют. Ну, хорошо же написано, правда ведь? Сейчас, тем более, не надо там как-то особенным образом собирать вот эту аудиторию, мы просто добавляемся, наша статья там чуть ли не автоматически во многие базы данных и выдается по поиску, да, и люди просто в интернете сидя, современные наши статьи могут очень легко, быстро найти, процитировать, да, и как бы в этом нет никакой проблемы, просто по нашим ключевым словам. И вот смотрите, вопрос еще один в этой же группе оставляю. Что этому читателю и цитирователю важно? Да, что важно читателю, вот тому самому, например, там широкому специалисту в этой области, который занимается смежной темой, да, что ему может быть важно в этой статье, какие аспекты, ну вот я, например, рассматриваю там образ ребенка, сейчас у меня статья такая свеженькая, да, собираю материал для нее как раз, и где она может быть интересна, да, литературу виду, который тоже следует образ ребенка, не обязательно вот там в творчестве этой же поэтессы, да, в широком смысле, может быть из смежных областей, психологам отчасти интересно, да, которые будут заниматься там психологией ребенка, еще где-то. И я все это могу тоже иметь в виду и все это могу включить, ну, по крайней мере, отметить на уровне ключевых слов, чтобы человек при желании мог это найти, мою статью, да, и ее использовать. Опять же, не ради того, чтобы собственный там индекс повысить, да, у меня, ну, конечно, это важно, но еще и для того, чтобы человек понимал, что он не один в этом пространстве исследования, и что вообще-то есть люди, которые чем-то похожим занимаются, и он может на это тоже как-то опереться, даже если он со мной поспорит, да, ничего страшного не произойдет. Я потом это увижу и смогу тоже как-то на это отреагировать. Что ему важно? Что еще важно, вот вам, давайте сейчас вот вам вопрос задам, что вам важно для того, чтобы вы цитировали других? Да, кстати, для сравнения, мое личное отношение, да, в принципе, вот я сейчас заодно на свой вопрос перефразирую, то, что мы, мне важно личное мнение этого человека, да, чтобы сопоставить. Фактические данные, чтобы были, да, новые идеи, результаты, вот опять новизна, логика и практика, мне нужно прислать статью на почту, кому как, уровень экспертизы в данном вопросе, интерес к теме, да, краткость цитаты, вот посмотрите, прям сейчас берите и чек-лист себе составайте, да, в моей статье должно быть что-то новое, глубина мысли, интересная, точность формулировок, забыла, фактологическая точность, да, фактический материал, глубина проработки, вот, смотрите, репрезентативность, чтобы, это ясность текста, вот, смотри, чек-лист уже готов. И для меня здесь очень важно, что не я вам его сообщаю, а что вы на самом деле все знаете, просто мы не всегда это понимаем как пункт, как пункты плана, да, вот сейчас просто берите, из чата переписывайте, и у вас есть готовый чек-лист, чек-лист, как сделать статью интересную для цитирования, логика должна быть, да, как эту логику организовать и так далее. Схожий жизненный опыт, да, если речь идет о каком-то жизненном опыте. Актуальность и новизна проблемы, видите, опять, смотрите, сколько, да, опора, что мы сходны в этом. Смотрите, у нас 268 человек сейчас, да, ну, я не уверена, что отвечают все, но, тем не менее, сколько ответов было, мы все примерно говорим об одном и том же, и надо на самом деле не очень много, надо вот всего лишь, я не знаю, если я скажу, что на пальцах двух рук, мне кажется, это даже много пальцев, да, там можно и на одной руке все это уместить. Татьяна Викторовна, не знаю, можно ли потом будет чат как-то сохранить, потому что я сама не записываю, но мне было бы интересно потом это сохранить, то, что было сейчас написано. Дальше, смотрите, второй вопрос тоже из уважения к читателям и коллегам задаем себе. «Что из моей статьи можно процитировать?» Вот там мы говорили, да, о том, что для меня важно. Ага, спасибо. А здесь, вот прям, знаете, честно смотрим на свою статью, вот прям, если есть у вас под рукой здесь и сейчас, да, открывайте и смотрите. В моей статье где те емкие выводы, которые человек возьмет и процитирует? Я очень часто с этим сталкиваюсь. Вы знаете, я вот как раз, может быть, у меня там индекс цитирования не зашкаливающий, но с учетом того, что я в высшей школе преподаю немного, долгое время я вообще не обращала на это внимания, просто как самостоятельный исследователь меня называли, свободный исследователь. Я просто писала статьи, ну, так вот, больше для себя, чем для кого-то. И читаю статью, понимаю, ну, много статей, да, цитировала как раз других, читаю, понимаю, что она безумно для меня полезна и интересна, но я совершенно не знаю, что там можно процитировать, чтобы не брать целый абзац. Ну, понимаешь, если я 25 строчек скопирую в свою работу, ну, никто меня как бы сильно не похвалит за это, да, меня как бы могут их плагиатить, там, обвинить в случае чего. И как бы мне еще своих выводов хочется добавить, не только же других-то, да, цитировать. Ага, поэтому вот прям посмотрите, сделайте эти выводы для своего любимого читателя, коллеги, цитирователя, да, прям сделайте, что можно процитировать. Вот мысли, вот подводящие итоги, про логику говорили. Итак, это для того, чтобы вас цитировали, важно, чтобы были емкие выводы. Видите, вот я быстренько привела сюда. Елена Юрьевна, поясните, что очень субъективно. Я согласна. Итак, про емкость выводов или про интерес, не знаю. Итак, есть ли в моей статье емкие выводы? Вы, как исследователь, точно лучше их сформулируете, да, чем ваш читатель. Потому что часто бывает, что в попытке сократить текст, мы невольно его искажаем. Это не есть хорошо. Вот давай сейчас про интерес чуть позже, да, сейчас скажу. Дальше. Есть ли у меня там точные формулировки? Или я везде так мыслью подреву растеклась и ничего конкретного не сказала? Очень честный вопрос, да. По поводу того, что мне это интересно, а другому нет. А вот вы не пишите для тех, кому неинтересно. Подумайте, а кому интересна именно ваша тема. Вот именно интересно и именно ваша тема. Может быть, чуть-чуть мы сдвигаем фокус внимания на других специалистов. Как бы если человеку неинтересно, но он может просто, как бы, собирая материал ее процитировать, да. Это раз. Во-вторых, что такое интересно для нас. Очень хороший вопрос. Мы же решили, что мы пишем, да, для нашей целевой группы. Если вы отвечаете на вопрос выше, да, мы пишем для тех, кому интересно на самом деле. Здесь тоже интересно, что с одной стороны, конечно же, там наша статья может быть прочитана не только здесь и сейчас, но и спустя 100 лет. Ну, вы же пользуетесь статьями 100 лет назад, 200 лет назад написанными, да. Они тоже могут там какие-то открывать грани новые, неизвестные или там хорошо забытое, старое. Но, в принципе, это все равно люди, которыми интересно. Ну, не будет читать другой, прочитает. Вам же не обязательно, чтобы вас все цитировали. Правда? Итак, дальше проверили, да, есть ли у меня точные емкие формулировки, есть ли у меня емкие выводы. Это первое. Дальше, третий пункт. Вот я вижу, что вы уже об этом говорите. Как коротко представить содержание вашей статьи? Это часто мы делаем в аннотации. Да? И вот момент, связанный с аннотацией, очень-очень тонкий. Я однажды, нет, дважды уже писала рецензию на сборник, изданный в Польше. Там было, ну, какой-то процент написан на русском языке статьи, какой-то процент там на английском языке. Ну, и большая часть, по-моему, ну, или примерно треть даже, да, была написана на польском языке. Конечно, польский мне дается сложнее, чем русский, чем английский. Но, тем не менее, у меня были аннотации, короткие, да, к каждой статье. Они были переведены на два языка, да, ну, на русский и на английский, соответственно. Вот так, чтобы все три языка были охвачены. И, соответственно, если автор писал аннотацию так, что я могла брать и понимать, о чем она, конечно, я с большим удовольствием в этой статье рассказывала. Если я понимала, что она очень интересна, я правдами-неправдами пыталась прочитать ее даже на польском языке, да, ну, находила возможности. А вот да, понимаете, во-первых, не всегда есть аннотации, говорите вы. Часто они бывают ограничены, но не всегда ограничены количеством знаков. Иначе бы мы просто два раза статью туда вкладывали, да. Вот в том-то и дело. А как можно коротко представить содержание вашей статьи, не прибегая к общим словам, типа определенные выводы, какие-то результаты, да, и так далее. Это очень важный момент, потому что если мы это исследуем, и мы понимаем вот эти вот емкие точные выводы, да, соответственно, мы понимаем вообще, мы чем занимаемся. Мы эту аннотацию напишем очень легко. Ну, конечно, да, надо знать английский язык. Ну, как бы не все статьи на английском языке написаны, и, к счастью, не только на английском их пишут. Итак, это то, что касается заботы о читателях, заботы о коллегах и понимания того, кто все эти люди. Вот тоже сейчас, если поставить, какой пункт вам кажется наиболее важным именно для ваших статей, чтобы их цитировали. Понимание, кому вы пишете, вот это вот понимание, что уже сейчас можно в статье цитировать, и что можно усилить, чтобы вот эти формулировки появились, да, чтобы человек мог брать и приводить их в своей статье. Или умение коротко сказать о вашей статье. Пометьте, цифрками 1, 2, 3, что для вас здесь актуально? Ориентация на читателя, да, понимание, кому пишу. Ага, вот здесь, смотрите, мнения уже разные, чаще всего, кому я пишу. На рецензентам. Вот, кстати, хороший, да, момент, что наш читатель часто, как бы и рецензент тоже, да, и ему тоже важно, чтобы он получил что-то для своего издания. Ой, не для своего издания, а как бы мог что-то проанализировать, там перепутал рецензент. Да, часто говорю о том, что редакторы, вредные редакторы, которые не принимают статьи и публикации, они как хранители ценностей. Вот рецензентов я тоже предлагаю рассматривать как хранители ценностей науки. Я понимаю, что бывают разные взаимоотношения, но только юмора никогда нам не вредит. Итак, вот как понять, кому я пишу? Вот хотя бы вот эти несколько вопросов, которые я привела на слайде, сохраните. Иногда бывает, что можно выбрать вообще одного человека, которого мы точно знаем, что ему это будет интересно и полезно. Одна моя знакомая так писала свою научную монографию. Она очень боялась того, что будут негативные отклики. Ну, это понятно, да. Это, естественно, тем более, это была ее первая книга, первый такой опыт. И я говорю, а кому бы ты хотела, чтобы ее прочитала? Она говорит, ну вот есть один человек, ему эта очень тема интересная. И мне, говорит, вообще-то важно, чтобы ему понравилось, чтобы он пришел и сказал, классно эту книгу написала. Говорю, ну давай на него ориентироваться тогда будем. И когда она какие-то вещи, когда думала, как это сказать, как это сформулировать, надо или не надо писать, она сверялась именно с ним. Этому человеку будет интересно. Книжка в итоге получилась потрясающая. Она первый тираж издала за свой счет. Но сейчас она вышла, уже та книжка переиздана в крупном издательстве. И вторая ее книга на схожую тему тоже два переиздания уже выдержала. Но она до сих пор мне говорит, что она, когда думает, вот все время думает про этого одного читателя. Статьи в разных стилях для разных потребителей и читателей. Да, конечно, мы можем писать совершенно по-разному для разных читателей. Но, само собой, надо отдавать статьи на корректуру. Но это даже, по-моему, не вопрос. Это, ну да, да, конечно. Свои статьи надо отдавать на корректуру, особенно если это начинающий исследователь. И еще не сложился какой-то собственный стиль, собственная подача информации, собственная логика еще не совсем очевидна. Поэтому обязательно надо отдавать статьи корректору. И лучше, чтобы этот корректор, ну как-то которому вы доверяете, не просто платите ему деньги. Многие пользуются электронными всевозможными корректировками. Ну здесь я не знаю. Я больше людям доверяю, честно говоря. Сама иногда отдаю статьи на корректуру собственной, хотя у меня филологическое образование. Я сама как корректор для некоторых исследователей работаю. Это корректор, редактор, ну, как бы да. Так, чтобы ее не украли, не очень поняла, к чему говорите. Ну, наверное, просто надо выбирать на этапе до того, как она опубликована, да, тех людей, которым мы доверяем. В принципе, корректор, если он работает в другой области, он не украдет. Она ему просто не нужна будет. Ну, чаще всего так. Ну, или это просто проговаривается в самом начале. Да, авторство тоже очень помогает. Идем дальше. Следующий кит, про которого говорю, это забота о научной области, да, или ради чего это все. Часто то, что мы работаем не просто ради себя, ради ЛИНСа, ради кафедры, да, и университета, а вообще-то мы еще и научную область продвигаем. Вот часто это просто выпадает из нашего фокуса внимания. Мы о научной области не думаем. Так же не думают те, кто там пишет не очень хорошие статьи. Они просто пишут статью вот здесь и сейчас, да, вот сейчас так. А, вот что. Если вы отдаете статью на характеревку, то это уже получается полностью ваша статья. Если вы имеете в виду, что кто-то вмешивался в нее, это совершенно не страшно, потому что чаще всего корректор не влияет на содержание. Ну, он просто не имеет этих рычагов влияния, да. Вы как бы, он отправляет орфографию, пунктуацию, логику, но это совершенно не значит, что это его статья становится, да. Более того, когда я работаю даже как коуч, который, в принципе, помогает прояснять содержание, я не говорю, что это моя статья там в каком-то соавторстве, да, или что-то еще. Потому что мысли полностью остаются этого человека, что самое главное. А то, что, как бы, понимаете, если мы идем в парикмахерскую, чтобы нам сделали прическу, это не значит, что это не наши волосы становятся, да, не наш облик. Это остаемся тоже мы. Нет, она остается полностью вашей, если вы отдаете на корректировку. Ни один корректор никогда не претендует на то, чтобы становиться с автором. Ну, как факт, это не его работа. Если корректор на это претендует, значит, разрывайте отношения с этим корректором, да, и идите к тому, кто. Возможно, там научный руководитель вмешивается, ну, в работу, но тогда вы пишите «мы», и этот научный руководитель у вас стоит научным руководителем. Поэтому не переживайте, что это перестает быть ваша статья, она остается вашей. То, что кто-то немножечко навел там красоту, не значит, что она перестала быть вашей. Мысли-то ваши, самое главное, да, а немного привести в порядок – это всегда можно делегировать. Равно как отдать, там, делегировать, да, оформление библиографического списка, например, если вы чувствуете, что немножечко сложно это сделать на данный момент. Возвращаясь к заботе о научной области, или ради чего это все. Вот видите, да, я там пометила, вы здесь красным цветом, но до того, как вы заняли какую-то часть научного процесса вместе с вашими коллегами, была история науки, да, с одной стороны, и будут перспективы у этой науки, когда вы уже, ну, перестанете писать на эту тему, например, поменяете сферу интересов, или вообще решите уйти из науки, да, то наука все равно будет развиваться. И вот здесь очень тонкий момент, что мы вообще-то в науку тоже делаем вклад. Не только в индекс цитирования, но и в саму науку. Мы как-то ее продвигаем. И это тоже очень важно иметь в виду. Смотрите, когда думаем про историю науки, да, вот здесь вы это прекрасно все знаете, как специалисты. Но это иногда надо просто держать в фокусе внимания. Какой путь уже пройден вот этой научной областью, да, что уже сделано. Как раньше об этом писали, как сейчас об этом пишут, да, вот для меня даже важно не то, что там именно исследовано было часто, а как вот писали об этом тогда и как сейчас, да. Я очень интересные моменты замечала вот в отношении к своей теме, в гендерных исследованиях, как менялась сам стиль написания от года к году. Дальше, что было до меня, да, кого и как я цитирую. Мы же тоже не всех цитируем, да. И вот здесь очень важно посмотреть, кого цитирую я, чью ветку я как бы двигаю, да. И кто достоин быть процитированным из тех, кто писал раньше. Да, смотрите, дальше есть вот там, где я есть, да, там, где каждый из вас есть. Что вы уже сделали для своей научной области? Хороший вопрос. Его прям запишите себе и поразмышляйте. А что вы уже сделали? Не просто написали там 155 статей, да, или сколько-то, а куда вы действительно ее продвигаете? Что вы действительно, какой вклад делаете в эту научную область? Что вы делаете сейчас, да, для того, вот именно вот прям ближайший там год, например, да, для вашей научной области? Куда вы ее продвигаете? Какой вклад вы в нее делаете? И что вы планируете сделать позже? Вот здесь тоже важно, что все, сколько мы работаем с темой в теме, да, мы постоянно как бы двигаем науку. Особенно если отдаем себе в этом отчет, что мы развиваем такие-то темы, исследуем такие-то вопросы, опираемся на тех-то исследователей, да, и адресуем свои статьи таким-то исследователям. Мы цитируем именно тех, чья статья понравилась, легла в мою тему. А вот здесь, Елена Александровна, и да, и нет. Да, потому что, конечно, мы выбираем тех, кто нам близок. Нет, потому что если мы понимаем, что история науки – это не только те, кто мне нравится, мы можем процитировать и тех, кто мне не нравится. Но понимаем, что они оказали какое-то важное влияние на нас, например. И дальше. Идем в сторону перспектив исследования, да. Когда мы работаем над статьей, мы понимаем, что она как-то вот как слово наше отзовется. Мы это тоже имеем в виду. Мы предполагаем, как исследователи, обладающие такой нашей научной интуицией, она у нас есть. Можно это предвидением называть, можно логикой называть. Вот сейчас слово не важно, но то, что мы как бы видим, что куда-то, ищу себя в камере, что мы куда-то двигаемся, да, вместе со своей научной областью. Вот мы можем предположить, как может развиваться моя научная область в дальнейшем. Появятся, как на нее повлияют, ну, какие-то вызовы современности, типа карантина, например, да, типа развития информационных технологий, типа развития там еще чего угодно. Да, дальше, как моя научная деятельность будет развиваться в связи с вообще глобальными тенденциями в науке, в мире, да, с чем-то она может слиться, с чем-то она может разойтись. Что-то может остаться интересным, что-то просто уйдет, да, устареет морально. И, в принципе, мы всегда, как бы, ну, отдаем себе отчет, что важно здесь и сейчас исключительно, да, потому что без этого наука дальше не сдвинется. А что важно для перспективы, да, а что-то важно, потому что об этом раньше писали, и лучше это не бросать, а каким-то образом тоже двигать вперед. И какие вызовы открытия возможны, отчасти тоже об этом уже сказала. Вот здесь тоже попрошу вас, скажите, из трех вот этих пунктов. Первая история, второй здесь и сейчас, там, где вы находитесь, да, и третья перспектива. Что тоже обычно выпадало из вашего фокуса внимания, на что обычно не обращали внимания, и о чем даже не думали, что это тоже может влиять на цитируемость статьи, история, да. Что еще? Перспективы. Отлично, кто старался все удерживать, это прям огромный поклон вам за это. Первое и третье, да, обычно. Второе я тоже увидела, появлялась, как ответы. Да, ваш вклад. Что мы здесь не просто посидеть, пришли на кафедре, да, зарплату пополучать, ну, как часто думают на самом деле про научных работников, нет. Мы здесь вообще-то и ради того, что мы тоже делаем вклад в науку. Хорошо, спасибо большое. Отлично. Если сейчас есть какие-то вопросы, я попрошу вас их в чат задать, я готова сейчас буду на них ответить. Но, как коуч, я хочу предложить вопрос вам. Вот смотрите, мой вебинар назывался «Как написать текст, который будут читать и цитировать». Я обратила ваше внимание на трех китов, которые важны для того, чтобы текст получился интересным, для того, чтобы читать и цитировать его по-настоящему хотелось. И сейчас я хочу, чтобы вы в чате попробовали сформулировать ваш собственный секрет успеха, который у вас в голове за этот час, ну, поменьше пока часа, сложился. И вот мой вопрос вам. Так как же написать текст, который будут читать и цитировать? На что вам именно важно обратить внимание? Почему я говорю именно вам? Ага, системность, научные мысли. На систему обратить внимание, да, в написании. Потому что у вас свои собственные коллеги, у вас свои собственные взаимодействия, да, внутри научной системы, и всем за все сказать невозможно. Так, сейчас я читаю чуть-чуть чат. Содержание плюс структура. Ой-ой-ой. Как классно, что вы много пишете. И сейчас я даже разберусь. Вот сейчас оно будет идти, а я буду быстрее-быстрее читать. Так. Сейчас. Время есть. Кстати, можете чужие секреты тоже записывать. Они тоже могут пригодиться. Содержание структуры, простота изложения. Так, большое спасибо вам. Спасибо. Актуальность проблемы, интересная тема. Больше времени уделять подготовке статьи для российских и для иностранных статей. Для всех. Ну, общий секрет. Если два разных, значит, можно два разных. Доступность изложения. Актуальность, дальновидность, логичность. Доступный язык. Актуальность, практика. Новизна. Вот, кстати, вопрос к перспективам и к историям. Актуальность. Репрезентативный опыт. Опять актуальность. Научность. Иметь представление, разрабатывать темы и перспективности. Актуальность. Выбор интересной темы. Кстати, интересная тема может быть и из наших ценностей, и из того, кому мы пишем. И из того, что там с историей, с перспективами науки, в рамках которой мы работаем. Новизна. Актуальность. Актуальность. Простота. Актуальность. Логичность. Указание. Перспективы. Вот, кстати, тоже важно. Недавно была на студенческой конференции. И у студентов это очень ярко заметила. А потом как бы переложила, что у нас этого нет. И среди ученых редко бывает. Когда мы выступаем с докладом в неизвестной аудитории. И мы просто даем доклад, пишем статью, но мы не показываем, в каких рамках мы это исследование проводим. Ну, например, мы говорим, что там женский вопрос в творчестве такого-то писателя. А меня что интересует? Женский вопрос в творчестве такого-то писателя или там период какой-то, в который он творил. То есть, что я там именно, куда я это вписываю. Да, понимать для чего и для кого этот текст, формулировать в первую очередь для себя его ценность. И не забывать об отдыхе. Золотые слова. Вот как раз хотела вам сейчас напомнить. Еще то, что было в первой части вебинара про отдых. Да, что отдых очень-очень важно. Так, сотрудничество между вузами. Совершенно верно. Да, потому что вы создаете эту науку вместе. Ага, неординарный взгляд очень важно. Все факторы... А, ну без вдохновения ничего не получается. А вы знаете, аппетит приходит во время еды, а вдохновение во время работы над статьей. Сразу же говорю. Информативность, практическое применение. Да, и это то, на что мы точно можем влиять. Да, когда мы информативные, когда мы это практическое применение показываем. Писать с душой. Да, поэтому у меня почти на каждом слайде были сердечки. Это совершенно верно. Так, я сейчас листаю вниз немножечко. Мне очень интересно ваши ответы. Ага, сформулировать текст удобно для цитирующего. Да, актуальность, простота. Все, на что обращается внимание. Кстати, вот тоже для оценки диссертации. То, что требуется в всевозможных публикациях в хороших статьях. Да, вот прям взять, чек-лист из этого сделать. Добавить, может быть, разные варианты. Это как вариант студентам, да, или аспирантам предложить, чтобы они могли на это уже опираться. Простота. Да, вот по поводу научного языка я тоже всегда балансирую на грани сама. Но для меня важно, чтобы это было читаемо, читабельно, чем сильно научно. Так, уже пошли. Спасибо. Ага, точность терминологии. Выбор. Так, так, так. Целевая аудитория. Да, можно говорить целевая аудитория. Я не очень люблю это слово. Я люблю читателей, любимый читатель. Но суть одна и та же. Просто для меня целевая аудитория – это больше маркетинговая такая вещь. Так, морщусь немножко, но это не значит, что это нехорошо. Это хорошо на самом деле. Да, целевая аудитория в любом случае. Опыт, честность. Ага, тема затрагивает нетрадиционные связи областей, исследования. Ну, по крайней мере, упоминает их, да, дает широкий подход. Не одну и ту же страницу в известной монографии цитируем, да. Да, спасибо вам. Интерес с теми может возникнуть в процессе ее разработки. Это абсолютно всегда так бывает. Научная и практическая значимость результатов. Сотрудничество, так как я уже, по-моему, читала. Отдых, как новые впечатления. Но взгляд на тему – это совершенно новый разворот сюжета. Абсолютно точно. Так, простота изложения, но не упрощения. Совершенно точно. Мы говорим о ясности. Выбор верный путь. Благодарю. Так. Ага, бывает, когда пишешь ночью, кажется потрясающе. Знаете, я однажды была на одной конференции в Латвии, в Даугавпинсе, и там один профессор, очень уважаемый человек, сказал вот фразу, которую я теперь постоянно руководствую, что любой ночной бред должен пройти проверку солнечным светом. Поэтому, говорит, я когда, да, я когда, говорит, ночью пишу, я, говорит, уже зарекся писать после двух часов ночи, потому что, говорит, там такое привидится. Так, как научиться писать именно научным стилем? А вы знаете, научиться просто читайте тех, кто пишет научным стилем, которые вам нравятся, и ваш мозг сам на это настроится. А, смотрите, если нет вдохновения, скорее всего, дело не во вдохновении. Скорее всего, в том, что нет достаточного количества материала для работы. Да, когда вы возвращаетесь к тексту, в голове уже укладывается это как система, и вы готовы работать с ней. Наука мудрость, психологические перебрузки, нарывы не должно быть. Конечно, однозначно. Она считает, что это смешно. Понимаете, я там была очень давно, но я ее запомнила, и мне прям хочется всем об этом рассказывать. Спасибо большое вам, спасибо большое за ваши советы, секреты самим себе. Я на последнем слайде даю просто свои контакты в Инстаграме и в Фейсбуке, потом можете из презентации их скопировать. И про выводы уже спросила, да, и вот смотрите, вопрос еще тоже для коучинга, он мега важный на самом деле. Что примените в своей работе уже в ближайшее время? Не знаю, насколько это научная теория, но, по крайней мере, говорят, что новые нейронные связи формируются в течение 72 часов, то есть 3 дней. Поэтому что уже в ближайшие 3 дня вы готовы делать по-другому, чтобы ваши статьи были отдых добавлять? Вот, прям спасибо большое. Все быстро, срочно, срочно и важно написать себе отдых в ежедневник, и никуда не уходим от этой здравой мысли. Да, в ближайшие 3 дня важно что-то начать делать иначе, да, сфокусировать внимание на том, о чем вы узнали сегодня, и попытаться это использовать. Спасибо вам большое, спасибо за материал ежедневно по 30 минут. Кстати, хорошая задача, да, чтобы не упахаться в этом материале, но в то же время иметь возможность сразу же его цитировать, привносить. Спасибо большое вам. Как я сказала, технологии и техники, которые я предлагаю, могут быть не всем одинаково актуальны, возможно, да. Видите, сколько вы уже сами знаете и умеете, это самое важное. И моя задача была все это собрать в какую-то более или менее систему, для того, чтобы то, что вы не осознавали, но знали, стало для вас еще и осознаваемым, и вы могли бы это использовать. Конечно, мысли, 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 правильно, главное начать. Если есть вопросы, тоже прям буквально 2-3 минутки у нас еще есть. Ага. Информацию чата, ну, не знаю, что я смогу с ней сделать, потому что очень много всего было, но, возможно, мы что-нибудь придумаем. Мой вебинар, кстати говоря, будет 8 мая, еще один на другую тему, о том, как подготовить интересный вебинар и обучающее видео. Ну, возможно, к этому времени я как раз обработаю результаты чата, и кому будет интересно, я тогда дам ссылку на эти результаты, они у вас тоже сохранятся. Либо мы можем добавить их, может быть, по ссылке, где будет запись вебинара, потому что действительно очень много интересного было в чате сказано. Да, спасибо большое вам, он интересный именно потому, что он заинтересовал вас, да, а не потому, что он сам такой. Спасибо вам большое, буду рада всех увидеть в дальнейшем, и в соцсетях в том числе, и удачи вам, удачи вам в ваших статьях. Пусть они наполняются, понимаете, вашей энергией, вашим моторчиком, который двигает науку, и который помогает другим людям обретать в этой науке себя. Спасибо всем большое, и до новых встреч. До свидания. Татьяна Викторовна, если вы еще выйдете в эфир, выходите, а я тогда буду уходить постепенно. Всех благодарю.